Глава пятнадцатая из второй книги царств. Израильва, раб твой, тогда говорил ему Авесолом, — Вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя. И говорил Авесолом, — О, если бы меня поставили судьей в этой земле, ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде. И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал его и целовал его. Так поступал Авесолом со всяким израильтянином, приходившим на суд к царю, и вкрадывался Авесолом в сердце израильтян. По прошествии сорока лет царствования Давида Авесолом сказал царю, — Пойду я и исполню обет мой, который я дал Господу в Хевроне. Ибо я, раб твой, живя в Гессуре, в Сирии, дал обет, и если Господь возвратит меня в Иерусалим, то я принесу жертву Господу. И сказал ему царь, — Иди с миром. И встал он и пошел в Хеврон. И разослал Авесолом лазутчиков во все колена Израилевы, сказав, — Когда вы услышите звук трубы, то говорите, — Авесолом воцарился в Хевроне. С Авесоломом пошли из Иерусалима двести человек, которые были приглашены им, и пошли по простоте своей, не зная, в чем дело. Во время жертвоприношения Авесолом послал и призвал Ахитофила, гелонянина, советника Давидова, из его города Гило, и составился сильный заговор, и народ стекался и умножался около Авесолома. И пришел вестник к Давиду и сказал, — Сердце израильтян уклонилось на сторону Авесолома. И сказал Давид всем слугам своим, которые были при нем в Иерусалиме, — Встаньте, убежим, ибо не будет нам спасения от Авесолома. И сказал, — Спешите, чтобы нам уйти, чтоб он не застиг и не захватил нас, и не навел на нас беды, и не истребил города мечом. И сказали слуги царские царю, — Во всем, что угодно господину нашему царю, мы рабы твои. И вышел царь, и весь дом его за ним пешком, оставил же царь десять жен, наложниц своих для хранения дома. И вышел царь, и весь народ пешие, и остановились, убев мерхата. И все слуги его шли по сторонам его, и все хелефеи, и все фелефеи, и все гефяне, до шестисот человек, пришедшие вместе с ним из Гефа, шли впереди царя. И сказал царь Евфею Гефянину, — Зачем и ты идешь с нами? Возвратись, и оставайся с тем царем, ибо ты тут чужеземец, и пришел сюда из своего места. Вчера ты пришел, а сегодня я заставлю тебя идти с нами. Я иду, куда случится. Возвратись, и возврати братьев своих с собою, милость и истина с тобою. И отвечал Евфей царю, и сказал, — Жив Господь, и доживет Господин мой царь, где бы ни был Господин мой царь, в жизни ли, в смерти ли, там будет и раб твой. И сказал Давид Евфею, — Итак, иди и ходи со мною. И пошел Евфей Гефянин, и все люди его, и все дети, бывшие с ним. И плакала вся земля громким голосом. И весь народ переходил, и царь перешел поток кедрон, и пошел весь народ по дороге к пустыне. Вот и садок, и все левиты с ним несли ковчег завета Божий из Вифары, и поставили ковчег Божий. А Феофар же стоял на возвышении, доколе весь народ не вышел из города. И сказал царь садоку, — Возврати ковчег Божий в город. Если я обрету милость пред очами Господа, то он возвратит меня и даст мне видеть его и жилище его. А если он скажет так, нет моего благоволения к тебе, то вот я, пусть творит со мною, что ему благоугодно. И сказал царь садоку священнику, — Видишь ли, возвратись в город с миром. И Ахимаас, сын твой, и Ионафан, сын Авиафара, оба сыны ваши с вами. Видите ли, я помедлю на равнине, в пустыне, доколе не придет известие от вас ко мне. И возвратили садок и Авиафар, ковчег Божий в Иерусалим, и остались там. А Давид пошел на гору Елеонскую, шел и плакал. Голова у него была покрыта, он шел босой, и все люди, бывшие с ним, покрыли каждой голову свою, шли и плакали. Донесли Давиду и сказали, и Ахитофил в числе заговорщиков с Ависсаломом. И сказал Давид, — Господи, разрушь совет Ахитофила. Когда Давид взошел на вершину горы, где он поклонялся Богу, вот навстречу ему идет Хусий, архитянин, друг Давидов. Одежда на нем была разодрана, и прах на голове его. И сказал ему Давид, — Если ты пойдешь со мною, то будешь мне в тягость, но если возвратишься в город и скажешь Ависсалому, царь, я раб твой, доселе я был рабом отца твоего, а теперь я твой раб, то ты расстроишь для меня совет Ахитофила. Вот там с тобой и Садок, и Авиафар, священники, и всякое слово, какое услышишь из дома царя, пересказывай Садоку и Авиафару священникам. Там с ними и два сына их, Ахимаас, сын Садока, и Ионафан, сын Авиафара, через них посылайте ко мне всякое известие, какое услышите. И пришел Хуси, друг Давида, в город, а Весолом же вступал тогда в Иерусалим.